Знакомьтесь, это Роман. Он общественник. Среди тем, которые волнуют его и других местных жителей, несанкционированные свалки. Значит, сейчас мы едем в Улус для Нахойшибирь. Возле него образовалась уже, в принципе, продолжительное время огромная несанкционированная свалка. Найти здесь можно практически все, что угодно, начиная от старой мебели и строительных материалов, заканчивая спиннерами и просто бытовым мусором. Но это не самое страшное. Здесь лежат трупы животных. Кто ее не вывозил, она только растет. Растет, постоянно растет. Об этом знают и местные жители, они мне тоже про это говорили. Самый неоднозначный момент – это то, что буквально в 300-400 метрах от свалки находится святое место. Там, например, Аршан, а вон там Або. Ну все, после этой воды произойдет исцеление. Еще одно место мусорной славы – территория бывшего анахойского лесоперерабатывающего комбината. Сюда вывозят не только обрезки деревьев и строительный мусор, но и останки животных, а также мусор бытовой. Самое страшное – до центра Анахоя всего ничего и один неосторожно брошенный бычок может привести к непоправимым последствиям. Вы бы своеволием занимаетесь или почему-то приказу это делаете? Без комментариев. Без комментариев? Значит, трактор администрации, номер… Колесо прокололось у трактора. Он тут рядышком вывалил для того, чтобы колесо отремонтировать, потом собрать и увезти, ну что не на улице. В прокуратуре он писал, прокуратура забралась, что там нарушений нет. Однако в прокуратуре нам сообщили, что нарушение со стороны администрации все-таки было. Ведомство вносило представление о его устранении. Кто сваливает-то сейчас туда? Жители могут валить. Кто же валит-то еще? Жители валят в пустов. То есть, если это пыхнет, сам понимаешь, бургас – это, ну, оно рванет запросто. Здесь уже был случай, когда у них там был пожар какой-то, какой-то ЧП, там, нашу сторону Анахоевы отсюда эвакуировали прямо. А теперь по порядку. Земля под бывшим ЛПК принадлежит администрации Заиграевского района. В начале 22-го года прокуратура подала иск по ликвидации этой свалки. Решения Заиграевского района суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме. В настоящее время службы судебных приставов принимают с меры административного воздействия к отвертчику. Отметим решение. Пытались оспорить в Верховном суде Бурятии, но его оставили без изменений. В решении райсуда указан срок для ликвидации не позднее шести месяцев со дня вступления в законную силу. Суды проходили в первой половине 22-го года. Перейдем к свалке возле Улуса Анахой-Шибирь. Земля сельхозназначения. Принадлежит она физическому лицу. Прокуратура района подала иск. Дело рассмотрели в марте 23-го года и обязали владельца принять меры по ликвидации несанкционированной свалки. В реестре она находится с 22-го года. 27-го марта этого года в ходе выездного обследования данного земельного участка совместно с представителями администрации района были выявлены нарушения законодательства. Собственнику выдано предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Но вернемся к решению суда конкретного срока ликвидации свалки. Судя по всему, он не назначил. Сейчас Росельхознадзор вместе с прокуратурой будет работать над этим вопросом. Дорсебданов Александр Семенов, телекомпания АТВ из Заиграевского района.